Эфир телеканала ОТС продолжает программу экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К вечеру нужная информация была получена. Телефонным террористом оказался местный хулиган. 17-летний ученик этого лицея. Он уже дает показания, грозит молодому человеку за такую шутку серьезный штраф или же реальное лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. К другим темам биография осталась незапятнанной, но придется раскошелиться. Речь о деле высоковоставленного чиновника. Новосибирский районный суд подвел черту под резонансной историей бывшего главы областного Роспотребнадзора и научного центра «Вектор» Валерия Михеева. Причем финал оказался весьма неожиданным. С 2011 года Валерий Михеев возглавлял с приставкой ИО Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Вступить в должность на полных правах он так и не успел. Правоохранители заподозрили управленца в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, Михеев курировал реконструкцию лабораторного корпуса предприятия и оплатил подрядчику работы, которые либо были проведены не в полном объеме, либо вообще не выполнялись. Ущерб оценили в 30 миллионов рублей. Временный глава «Вектора» якобы хотел создать себе положительный имидж перед начальством, показать себя умелым руководителем и избежать взысканий за нарушение сроков госконтракта. Когда процесс по этому делу только стартовал, подсудимый вину категорически отрицал. Утверждение о наличии у меня указанных в извинении умысла, целей, мотива основано исключительно на предположении следователя и не подтверждается никакими доказательствами. Однако ближе к финалу защитник-эпидемиолога заявил ходатайство о назначении судебного штрафа, которое было принято. Данная процедура предусматривает полное раскаяние и возмещение ущерба, но при этом не считается уголовным наказанием. Фемида учла, что «Вектор» в итоге получил обновленный корпус, а стало быть, никакого финансового урона не понес. Кроме того, экс-чиновнику помогли положительные характеристики и ранее полученные госнаграды. В итоге Валерий Михеев судимости избежал. Уголовное преследование в отношении Михеева было прекращено. На основании статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации он освобожден от уголовной ответственности. Суд назначил Михееву меру уголовно-правого характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Но, возможно, это еще не финал истории. Во время судьбоносного заседания государственный обвинитель выступил против назначения судебного штрафа Михееву, отметив в частности, что меры к погашению ущерба принимал его преемник на посту руководителя «Вектора». Так что, весьма вероятно, прокуратура обжалует постановление суда. Леонид Лишенко, Александр Егоров. Экстренный вызов. А сейчас, внимание, розыск. Мы покажем видео с камер наблюдения и фотографии фигурантов, которых полиция подозревает в краже. Посмотрите, если вы знаете этих людей, звоните, телефоны будут на экране. По версии сыщиков, эти люди пару раз были в магазине на улице Фрунзе, и каждый их визит сопровождался пропажей мужской одежды. Были похищены два пуховика, горнолыжная куртка, джемпер и несколько пар брюк. Возбуждены уголовные дела. Тем, кто расскажет о местонахождении фигурантов, гарантирует конфиденциальность. Напал на безоружного пьяного с пистолетом в руках или защищался от агрессивного незнакомца. В Центральном суде вынесли приговор по делу о перестрелке на Красном проспекте. Мы следили за этой историей еще и потому, что нечасто пострадавший до хрипоты защищает своего обидчика. Финал собственной криминальной истории Евгений Костенков дожидался почти два года. Она началась в апреле 2018-го. Глубокой ночью мужчина спешил к своей маме. Пожилой женщине неожиданно стало плохо, и она позвонила сыну. Путь предстоял недлинный по хорошо освещенному Красному проспекту. Но Костенков все равно прихватил оружие, травматический пистолет. Потом на следствии в суде он расскажет. Ствол взял для собственного успокоения и даже не думал, что ему придется открыть огонь. Но дорогу ему преградил неадекватный человек. Нападавший был пьян, и вот как он сам вспоминал те события. Сначала не давал просто прохода. Взял за одежду. Схватился за воротник. Какие-то, возможно, еще там вещи сделал. Я точно не помню. Вообще хорошо вечер в комнате? Нет, не очень хорошо. Костенков испугался и начал стрелять. Сначала воздух, потом на поражение. Пули попали в ногу и в грудь нападавшего, но и после этого тот остановился не сразу. А когда оппоненты разошлись, стрелок и совершил роковую ошибку. Вообще-то, я должен был позвонить в милицию и в скорую. Вот так полагается. Почему не сделали? А потому что посчитал, что моя стрельба не имела никакого эффекта вообще просто. Однако эффект был и весьма серьезный. Как позже выяснили медики, пуля повредила Грибову легкое, так что он мог умереть. Особенно потому, что раненый ничего не заметил и обратился за медицинской помощью только на следующий день. Костенков оказался под следствием, причем по очень нехорошей статье. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сам обвиняемый настаивал на необходимой обороне, с этим согласился и потерпевший. Но люди в погонах в такое всепрощение не поверили. После общения, которое было зафиксировано со стороны защиты, с защитником Костенкова, он категорически меняет позицию свою. Более того, он заявляет ходатайство о дополнительном допросе, в ходе которого высказывают в своих показаниях полностью те же обстоятельства, которые были получены в ходе допроса самого Костенкова. Хотя до этого они полностью противоречили друг другу. Сторона обвинения попросила суд отправить Костенкова в колонию на 6 лет. Фемидов вдвое смягчило это наказание. Мужчина никогда раньше не нарушал закон, а конфликт начал его пьяный оппонент. Для Костенкова и его семьи появление конвоя в зале суда все равно оказалось крайне неприятной неожиданностью. Адвокат мужчины надеется на апелляцию. Анна Скок, Константин Менин, экстренный вызов. Полиция обнародовала видео с участием очередного авиахулигана. Мужчина во время перелета из Бангкока не только вел себя вызывающе, матерился и дерзил бортпроводникам. В какой-то момент он набросился с кулаками на свою соседку. Когда самолет приземлился, пассажира уже ждал наряд правоохранителей. В дежурной части линейного отдела, который находится там же в Толмачево, дебошир уже вел себя немного скромнее, хотя свое недовольство продолжал выражать в нецензурной форме. Задержанному 34 года и он новосибирец во время своих воздушных злоключений. Мужчина, судя по всему, был сильно пьян. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Отделом дознания линейного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Больше суток извращенец держал в плену незнакомку. Мужчина грозился убить ее, измывался и насиловал свою жертву. Это преступление произошло в минувшем году, а сегодня прозвучал приговор. По версии следствия, 30-летний житель Дзержинского района заманил в дом нетрезвую женщину. Та и не подозревала, чем обернется случайная встреча. Потерпевшая была настолько пьяна, что осознала происходящее не сразу. Кстати, злодей уже был судим и как раз за изнасилование тем удивительное решение суда. Рецидивиста отправили в колонию на 6 лет. Правда, режим ему все же определили строгий. И последний год только начался, а в области уже сожгли больше тысячи зараженных цветов. Сотрудники Россельхознадзора проверили несколько крупных поставок из Словакии и Колумбии. В прибывших партиях срезов обнаружили карантинный объект – западный калифорнийский трипс. Поражены были 400 итальянских гербер и 800 гвоздик. Опасные цветы уничтожили. На этом пока все. Телефон редакции 310-2005 доступен каждый будний день с 12 до 6 вечера. Если вы сняли на видео преступления или происшествия, присылайте нам. Мы покажем ролик в эфире. В студии работала Мария Никитина. До встречи на канале ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова